Девушки отдыхают С бриташкой, у которой Уже потихонечку ресурсы истощаются Поскольку Третий Рейх И мы замечательно Сработались, вынесли с США Рейх там справляется в Африке Отрезает бриташку от рейсов Можно будет уже в скором времени Попробовать проскочить Высадиться в Северной Ирландии И потом в Шотландию Сделать рывочек Если все удастся То мы капнем бриташку А потом уже пойдем на Японию И должны мы успеть это до конца года Если мы успеем до конца года То я думаю, что В принципе будет даже проще Чем в прошлый раз Когда мы играли за Великобританию Поскольку Китай еще не стала великой державой Нам будет достаточно Просто немножко там повоевать Достаточно будет только капнуть Именно японцев Повторюсь, мы идем в Японию Для того, чтобы проделать Долгий путь к Суветскому Союзу Дядя Адин пойдет на Советский Союз И мы нападем тоже Поскольку нам надо выполнить Ачивку на замарионечивание Советского Союза Так вот Но Это замечательное событие Конечно будет уже Наверное в следующей серии А в этой Япония и Британия Поехали Итак, господа Высадка удалась И в Ирландию удалась И в Шотландию удалась Но тут стащалка Очень такая Серьезненько намечается По этой причине Я пока Не уверен В том, что у нас Все получится Очень Замечательно И здорово Сейчас перебросим Колумбийцев Тут, кстати, и опытные есть Части и ветеранские Прелесть и лепота Было бы хорошо Отрезать еще противника Так В Британии Как обычно Дофига дивок Но дофига дивок Скорее всего В колониях В Африке Плохие новости, кстати, народ Рейх напал уже На Советский Союз И нам надо Шевелить батонами Чтобы достичь всего Чего мы хотим Контильские острова Я взял Я не взял Ячейчку для исследования Субботная Франция Уходит Из Карибского региона И борьба за свободу Мирового пролетариата Продолжается Это здорово Вот это Прям класс Не класс То, что Ага Да Нормально Гороше Чтобы флот Сейчас не выскочил Вражеский Мой конвой Не словил Все норм Успели Снабжалка Очень плохая Будет на первых Параг Но я думаю Выставим Где мои мотки Мои замечательные мотки В атаке Сейчас находится Надо бы Бразилу Дать задание Куда-то Сюда бросает Двинуть Есть подозрение Такое Да Что большинство Мгличашек Как всегда В колониях Сидит И мы справимся Без серьезных трудностей Надо только Планы перемалевать Сделать все По красоте По красоте По лепоте Там где нет дивизии Мы наверное Пехоту Колумбийскую Запоряжем Добьем уже До самого Конца их Прорывчиком Потому что Надо брать Рассайта Тут снабжение Пойдет Вообще Будет шикарно Здорово Так видишь Мы как Сраных джунглер Бразильских Примерно Вот в таком Ключе Воюем Друг Мы Сердешный Иди Бросает А тут Попробуем Котел Сделать Кого-то Сюда Да Ужасная Ужасная Просто Снабжалка Я бы сказал Кошмарная Но ничего Сейчас Жить станет Веселей Нападение Через Шотландию Никогда Не любил Они какие-то Очень Такие Топорные Получаются Вот Мотка есть Полуживая У меня Ей можно Попробовать Рискнуть Въехать Как-то так Если Все будет хорошо Будет котелок Если не будет Все хорошо Будет Тихий ужас И печаль Не Ну Вроде бы Правляется Ситуация Уже Галочки Всякие Начинают Пропадать Что Такой Нехороший Человек Тут Убивает Своих Мексикашек Пачками От Стащения Духнут Они А Все Закрыли Закрыли Теперь Надо Скорее Вдарить Моткой Вдарить Вот этими Чуваками Надо Пробить Тут Обязательно Обязательно И Жить Станет Лучше Жить Станет Веселей Когда Жить Весело То и Работа Спорется Так Главное Главное Немного 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 запрягать на какие-то гипермощные задания. Дядя Адя ещё не выстрелился сюда. Дядя Адя занят Советским Союзом. И Испанией, кстати, которая тоже вступилась в Коминтерн. Но ничего страшного. Мы Испанию потом освободим. Потом когда-нибудь не в этой жизни, возможно, не в этой серии, так сказал даже. Так, а чё? А чё это мы тут не закрываем ничего? Надо закрывать. Надо забрать аэродромчик ещё. У меня есть немножко авиации, но немножко. Там вся загвоздка. Парни из Нью-Касла пусть лучше. Так, тут постоят, побычат. Да, истощалка уже нивелируется. Здорово. Ну, не так ужасно, в общем. Получилось, как всегда. Я не люблю через Шотландию. То есть, нападать неудобно. Снабжение тут ужасное. Это ещё надо бы попробовать. А, ну норм. Норм, в принципе. Получилось? Жидал, что тут какое-то сопротивление навязываться сильное. Но нет. Всё хорошечно. Сейчас мы колумбийскими экспедиционщиками покомандуем. Они, кстати, свалить могут в любой момент. Помните, как перуанцы у нас всю войну отвоевали и потом сдриснули на самом ее финале. А в скалу, кстати, мы пройти не можем. Не Европа, универсалис мне. В Европе можно туда пройти. Здесь нет. Дойдём уже, докрасим. О, там, кстати, какие-то жёсткие мужики. Т. Прошу прощения, отходил. Так, значит, мы добиваем северх Шотландии добива... Ага. Тут вообще дыра удивляющая. Надо хау забрать моткой. А эти парни, в принципе, могут сходить в гости к лицу. Ходим к ливерпулю ещё. Я, наверное, уже это говорил, но повторюсь ещё раз, что если мы будем достаточно быстро действовать, то Бриташка не успеет отозвать все свои войска из Африки, и мы добьёмся поразительного успеха. О, кстати, он в хау, оказывается, приехал, что ли, может? Да, мог. Ничего себе. Мы убили в котле кого-то. С Шотландией тихонечку, полегонечку дела делаются. Колумбийцы уже практически всех добили. Кроводоушные были. Молодцы. Молодцы. Сейчас немножко отобраняемся и пойдём... Да, да, да. Всё. Всё как по учебнику. Балга рекомендует. Я что-то уже не помню в этой партии, куда болгары пошли. Точно не в 8. Или в Коминтерн, или в союзники. Могут, потому что они в союзники. При большом желании. Наступалка, в принципе, работает как часы. Остаётся добить оставшиеся в котле гифки. И колумбийцев можно отправить как мясо прямо на врагов. Прямо на юга. К сожалению, с авиацией я ничего поделать не смогу. Опять же, потому что Бриташка имеет много тысяч самолётов, а мы, мексиканцы, два кукурузника имеем. Да и те захвачены в войне с США. Поэтому нет особого смысла тут какие-то премудрости творить. Только слабоумие отвага, только хардкор. А, кстати, слабоумие отваги. Нас тут пробить ведь могут. Ирмингем город важный. Это надо иметь в виду тоже. Надо иметь в виду ещё и то, что если нас тут пробьёт, случится что-то плохое. Сможно, они окопаются в этом городе, будут довольно долго там сидеть. Давай-ка я или нет. Не буду красным телефоном пока баловаться. Или буду, но вот этим, вот этому мужику дам последний рубеж. пусть отоброняется как следует. Тебе сюда. Не, вот это нормально получается. Весёлая воевашка. Просто затяжная. Выбьём шотландцев. Надо успеть где-то до декабря ещё, потому что Британская Индия же станет великой державой. незакреплённой дивки закреплю уже после завершения боевых действий. 29. Все сюда тоже. Им дам задание на Таруру двинуться. Робивная сила действует. Чьи хлюбики конечно получают и наш тоже получает полгу. увидишь. Суровая реальность такова, что кто-то да, получит по лбу притогна этих весёлых воевашек. Это, кстати, зияющая дыра, которую надо бы... А, нет, нет дыры никакой. Это всё иллюзия оптическая. Оптические иллюзии. Необъясним, нофакт. Сейчас может случиться... А, не, нормально. Выбиваем. Выбьем дювку. Я уж упасался, что хрень какая-то получится, но нет. Это та самая дивка похеренная. Сейчас мы с непонятками в приказах парней перебросим. Ага, тут у нас вообще свобод... Росток свободный полностью. Можно проехаться до Лондона, если повезёт. Мы все важные города-то в принципе забрали. То есть надо взять Лондон и после чего уже радоваться жизни. Так ведь? По-моему так. Уже разведданные даже начинают поступать. Здорово. Шведки какие-то против меня выступают. Бивашко, а ты стой. Остановись. Ступай вот по этим брачонькам. Да, успеем проехать наверное. 20 часов. А здесь 17. 17 часов получается. Ты стой, не выпайся. Вряд ли ты что-то сделаешь. Пойти погулять немного. Продавка по всей остальной Англии в принципе идёт, но не так хорошо наверное как хотелось бы. Сколько времени? Два часа прибыл. А, успел. Успели брать у них. Столица улетит магическим образом в славный город герой Дуба. Этого дурака мы сейчас попробуем поймать на котле. Отрези от снабжения. как там вообще по капитуляции дела. На королевство близко к капитуляции 93%. Там ещё индусы где-то внизу. Которые могут стать великой державой. Это тоже нельзя забывать об этом. Что ещё важное? сюда подвести дивизию стоит. Надо бы ещё последний рубеж протыкать. Пригодится. Пригодится последний рубеж. Пригодится ещё сюда двинуть дивизиюшкой. И мод пехота я её ещё дополнительно переброшу. А, ну мы всё держимся. замечательно. Давай тогда лучше сюда объедем. Стой. Отрежь его от снабжения. Будет замечательно. И вообще вообще прекрасно. Белиссимо, брависсимо. Ммм. дуа. Сладенький дуа. Надо бы его одной пехотой попробовать прикрыть. Если повезёт. Луч шик. Швед должен в истощение залезть. да, шведушка залез в истощение. Так, ты не рыпайся из своего Лондона. Да стой, Жень. Не рыпайся из Лондона. Давай лучше хочешь заняться полезными вещами. Такой вот этих братьюнь. Ммм. Не получается в дуа пробиться пока. Как грустно. Как мать вашу это грустно. На 6% капитуляция. Ммм. Это нам надо Бристоль забрать, Кардив. И возможно что-то вот отсюда хотя бы, если не сможем в дуа пробиться. Кстати, тут полудохлые какие-то чуваки. Не знаю, может сможем пробиться в дуа нормального человечея. Вроде получается что-то такое. Да. Да, смогли. Так и сможем пробиться в дуа. Ну все. В дуа пробились. С дуа на королевство капитулейтед и пошла заставочка. Та-дам! Получили ачивочку. Ассамин дайрект кончжоу. Называется ачивочка. Я не совсем понял правда, что там надо было. Ну-ка я сейчас почитаю. начав за малыша стать лидером союзников оси или кминтерна. Я не понял почему эта ачивка сейчас выполнилась. Да, может мы не в оси нифига не в союзниках и тем более не в кминтерне. Непонятно. Ну, ладно. Глюки какие-то происходят. Ну да ладно. Давай посмотрим из интереса что получилось и потом в качестве бонуса чтобы уже не было никакого однообразия скучного потому что мы 150 раз в этих партиях на Японию нападали одним и тем же сценарием ничего нового не будет. Покажу вам просто что у нас получилось. Ну, во-первых сотрудничество Ауба Томас Стиво в главе это Шотландия. Кстати здесь я Северную Ирландию не освобождал я отдам Ирландии когда мы Ирландию склоним к коммунизму я отдам Ирландии территории в Британском Союзе Гарик сидит яристалинист он настолько яристалинист что придет ко мне навстречу с Ледорубом Кривую Давидовичу я больше чем уверен надо держаться от него подальше так Валийская Народная Республика с Гарри Джонсом во главе дядь Кпитен как всегда у отцом оставил дядю Адю неудел в плане замечательных провинций которые он обычно себе забирает так о бедный испанц с корнем заднице плыв так далее в программе ну Италия чуть-чуть республика да очень демократическая херси на лае здесь претензия у Йемена Йемен когда к коммунизму мы склоним тогда Йемену и вернем эту пробу что-то у нас еще народная республика Кения понянга мучаи танзанийский социалистический союз с Томасом Капе кто тут еще есть коммунистическое Малави Люсиус Блэр демократическая республика Зимбабве с Лобенгулой Мапандерой Замбийская народная республика на Лумино Браун Мексиканская Конга Лумумба Ламенджа Так это Салазар у нас это Дядь Капитен у нас у нас из Пашканка еще же были какие-то чудики а вот цилистическая нигерийская федерация но это я вообще выговорить не смогу Адриеми фамилия у чувака Так Стилистическая Ганна Лукс Уильямс Народная демократическая республика Сьер-Леоне Рода Берри Обедненное рабочее государство Гамбия Патрик Сала Мы кстати сейчас еще кое-кого высвободим я немножко накосячил там тоже высвободим а потом пойдем уже в Японию Так Зимбабве смотрели Союз Ботсванских народов Тбонго Кама и Капская коммуна Мозаса Котаны Это по-моему все африканцы которые были А вот еще Гандийская коммуна с невыговариваемым мужиком и Уганда Угандийская народная республика Мугаби по-моему всех посмотрели здесь Так тут у нас тут у нас я еще не все освободил Тамиль Сингальская социалистическая федерация с ведурой де Абрю Я освобожу еще наверное Мальдивы всякие островные государства их можно освободить Третий рейх хапнул себе Индию В принципе я особо не расстроен этому факту потому что в конце концов есть у меня точка замечательная сюда кстати пригнал людей оккупировал уже давным-давно Мао Цзэдун у меня есть У меня есть Мао Цзэдун маленький такой с китайской народной республикой он весь Китай хапнет потом так вот Филиппины Марионеточные немецкие по-моему так Мусиканская Малая Боливарианс и Альянс Лайтек вот это все я себе попридержу пока тут много ресурсов очень вкусно чтобы не закупаться везде до определенного момента я освобождать эти территории не буду Дненные попуасские коммуны Маркуса Румбева значит на попуассу он не похож но да и ладно Сталинская народная республика Ричарда Диксона и Эльзи Форелли народная республика Ау-Те-Руа Так А здесь у нас что У нас тут Индогайянский союз Джонни какой-то там и Суринамская демократическая республика Хэнк Кастильо в главе угла тут сидит Так Также у нас тут восстановились гранички но не совсем точные на самом деле границы у Мексики и США Я решил сделать панамериканское государство Соединить Канаду и США чтобы не было разрыва такого Совсем страшно выглядело бы если бы Если бы тут еще и Канад сидела Ну конечно же все тот же персонаж который и всегда сидит А еще кстати датский гражданский союз появился с Экселем Лахсоном в Гренландии заседает Такая небольшая доля эпичности Так я сейчас высвободил Меланезийский союз Терезия Талака Скорее всего женщина какая-то сидит у власти и Мальдивы Мальдивы это Мухаммед Сиги Все Вот такие дела Такие дела дорогие друзья Сейчас мы будем наступать готовиться на Японию после чего закончим уже эту серию ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну в этот раз Япония что-то какая-то совсем расхлябанная получилась Хотя может это даже потому что с флотами вообще не пришлось спариться вы заметили как американцы всякие разные помогали активно своими флотами даже Бразилы приплывали топили японские конвои в общем Японию задушили очень быстро задушили Сиам быстро и пробились и теперь раскормили Коммунистический Китай замечательно здорово посмотрим кто новенький появился и завершим серию собственно Мао Цзэдун очень неплохо разъелся плюс еще появились японская народная республика и тайская народная республика типа выжили типа да не типа Кюричи Токуда теперь будет в Японии сидеть а в КНД будет сидеть Ким Эрсен Ким Эрсен это у него псевдоним насколько я знаю так что Ким Эрсена товарища мы посадили только у него выборы почему-то будут в прошлом это немножко странно так кто еще Тайская народная республика и мы с Матрель по-моему Камбоджа Польпот Поупот какой добрый человек там теперь в углове угла Камбодж а нет не Камбоджит Лаос и Вьетнам еще с Хошимином в принципе тут все настоящие типы больше по-моему и некого а вот еще Педро Багуиза я забыл вам показать еще одну вещь я же ведь Грецию еще сделал марионеткой временную демократическую да ту самую которую в своем видосе популярном показывал и Мальту Мальтская коммуна вот такие дела так вот получилось в принципе довольно быстренько опять же наверное потому что флотилии целая куча получилось они все видимо взяли задание топить конвойчики получилось забавно действительно и дядя Адя он пока ну не арти как идет на самом деле дядя Адя даже Минск не взял и Киев так что у нас с вами есть все шансы ударить в медвежье брюхо как говорится и выполнить очевочку за марионетит Советский Союз я думаю по победным очкам у нас будет 50 на 50 царейхам и мы сможем это сделать так вот а на этом пока все какой-то рэш в Финляндии происходит тут и дядь Капитен и Муса Линия кто только не присоседился к этим территориям с вами был Дмитров подписывайтесь на канал делитесь в видео ставьте лайки всего доброго увидимся с вами в продолжение оно обещает быть интересным помните что все самое интересное это ведь еще впереди thank you guys спасибо за субтитры спасибо за субтитры субтитры